Три, четыре, четыре... Так... Ну и сами решайте, если вы гражданин Российской Федерации или гражданин Украинской Республики... Дилемма-то такая, жить-то хочется, а за Россию умереть просто так... Всем жить хочется, всем жить хочется. Ну, так а чего ж тогда... Приходите в полицию, мы вам объясним. Не надо мне только угрожать. Я не угрожаю вам, вы гражданин Российской Федерации. До свидания. В рубеже нашей Родины захватывается противником. Так а скоро надо будет сдаваться или как? Или убегать дальше на Восток? Да это ваше дело, куда он бежать. Вы уже раз побежали, делайте дальше, что хотите. Я не знаю, что вы будете делать. Ничего себе такие советы от полиции. Откуда я знаю, что вам делать? А вы что будете делать? Я... Дело будет видно, что я буду делать. Я еще не могу на этот вопрос смотреть. А, тоже думаете? Вот видите. Что вы от меня хотите узнать? Вместе сдаться вам предлагаю, потому что, видите, Путин до чего страну довел. Все, сдавайтесь. Сообщение будете в полицию какую-либо делать? У вас что-то произошло? Ну, сообщение напали на родину, ВСУ, и уже захватили Суджинский район, окапываются там, и комбинатуру сделали. Вы сейчас сами где находитесь? Ну, я сам Суджину убежал, поэтому я думаю, что... Где вы находитесь? Сейчас я в Курске у родственников. Так я думаю, какая тенденция вообще? Ага. В данный момент в отношении вас какое-либо правонарушение, преступление совершается? Не, не нарушается. Ну, на родину напали, и, походу, дальше будут идти... Вы знаете, какая ситуация сейчас. Мы не комментируем по телефону. Если вы позвонили просто, чтобы уточнить, то мы не комментируем ничего по телефону. Такую информацию мы не даем. Ну, хорошо. А людям в плен сдаваться можно? Я вам еще раз говорю, мы никакую информацию по телефону не даем. Если у вас есть какое-либо сообщение о притуплении или об административном правонарушении... Ладно. Сообщаю тогда, что Путин предал Россию. Пожалуйста. Ваша фамилия Меосифа, как? Григорий Озаренок. Ваше сообщение принято. Алло. Будет ли ответственность за то, что если сдашься в плен ВСУ? А вы сейчас где находитесь? Я сейчас не могу сказать, где нахожусь, потому что переживаю, что меня могут вычислить в ВСУ. Родственников я... А нам что сделать? Так а вы мне скажите, есть ли ответственность, если в плен сдаешься к ним? Я не могу вам такой информации дать. А вы будете сдаваться, когда придут? Вам нужна помощь, вы скажите, в полицию. Так вы мне прокомментируете, по закону можно сдаваться в плен или нельзя? Нельзя. Почему? Потому. Вы объясните мне, вам, вас, где нам искать? А чего вам искать надо меня? Не надо мне искать. Я хотел спросить мне, где лучше будет жить, под украинской властью или под российской? Вы гражданин какой страны? России, России. Но просто Путин... А почему вы задаете глупые вопросы? Да какие же они глупые? Вы видите, что Путин не может защитить нашу родину? Путин может защитить нашу родину. Вторая неделя защиты пошла. Третий год войны почти уже. Где он может? Вы... Вы сами откуда? Я звоню от родственников. А где ваши родственники живут? Мои родственники в Курске живут, но я не скажу, кто это, потому что мало ли что. Вот вы сейчас в Курске находитесь? Да. А в Солнцево зачем вы позвонили, если вы в Курске находитесь? Я позвонил и в свой район, но мне никто не может дать ответ, можно ли в плен сдаваться, и на какую статью ссылаются, что нельзя, например. Как ваша фамилия? Озаренок Григорий. Нам нужно узнать, где вы находитесь. Не надо вам узнать, потому что я знаю, что потом будет... Что потом? Потом заберете меня на СВО какое-нибудь. Оно мне надо? Кто заберет? Кто? Ну, кто? Власть российская. Наша. Вы против власти российской? Ну, я против, когда не могут защитить родину. Могут защитить родину. Кто вам сказал, что не могут защитить родину? Вторая неделя пошла оккупации Курской области. Значит, вы не будете называть, где вы находитесь? Я не могу, потому что я не знаю, сегодня власть российская, завтра украинская. Зачем мне это? Ну, что вы хотите от меня сказать? Так а что мне... Подождите, не надо меня опрашивать. Так а что мне умирать, если на меня автомат настаёт? Так что мне? За Путина кричать? За родину? Я не буду на этот вопрос отвечать. А вы будете сдаваться, если ВСУшники придут? Прошу принять меры насчёт Путина Владимира Владимировича. Ага. Потому что он не может защитить Россию. Так. Ну, по всей строгости закона. Ага. Слава ВСУ. Я понял, что слава ВСУ. Два не себе в Украину и там разговаривать. Так, извинись, быстро. Ну, у вас информация откуда такая? Ну, в телеграм-каналах наших военкоров пишут. И вы верите всему? Ну, ни телевидению, ни Соловьёву же мне верить, которые вот просрали нашу родину и которые нам говорили, что всё хорошо. Понятно. Ладно. Ты вы... Фамилия, имя, отчество ваше. Озарёнок Григорий Юрьевич. Ну, а вы сами будете сдаваться или на смерть будете стоять? Ведь я сам разберусь. А что закон об этом говорит? Закон об этом говорит? Я знаю, закон о чём говорит. Поэтому для себя я выводы сделаю сам. Так а мне скажите, дайте совет, как правильно. По-моему, вы звоните не туда. Ну, у меня нет такой информации о захвате на службе и правомерно, неправомерно подчиняться оккупационному руку. Может, у вас есть сведения, что Белгородскую область обстреливают? Есть такое? Нет такой сведения. Не обстреливают, значит. У меня нет таких сведений. Я понятия не имею. Сдаются, не сдаются. Вы зачем сюда звоните в полицию? Чтобы уточнить, если к нам придут в СУ, можно ли сдаваться в плед? Нельзя. Так, а чем вы руководствуетесь? Вы откуда сами? Я из Ветелевки. Всё, я ответил на ваши вопросы. Не, подождите. Так можно или нельзя? Вы сказали нельзя, а я говорю... Я неправомеренно отвечаю на эти вопросы. Сдаваться в плен в СУ? Да нет, неправомеренно, наверное. А на что вы ссылаетесь? На какой акт? Да на какой акт? Так, а если на тебя ставят оружие, то что, умирать? За Родину, за Путина? А вы зачем сюда звоните? Ну, потому что в Суджах у нас уже такая ситуация есть. Вот будет, значит, в Грайварне будет такая. Что делать? С чего вы взяли, что такая ситуация будет в Грайварне? А кто бы мог подумать, что такая ситуация будет в Суджах? Как ваша фамилия, имя, отчество? Озарёнок Григорий. А где проживаете? Проживаю на улице Народной. Какой номер дома? 35. А населённый пункт какой? Ну, к Грайвару. Сейчас к вам сотрудник подъедет, всё объяснит. Защита? Не надо. Ну, у вас же возникают вопросы. Я не обязан на эти вопросы отвечать. Без сол, take one.